дорогие друзья поговорим сегодня на тему крюка и прежде всего хочу вам сказать что помимо техники выполнения крюка существует три направления крюка три направления крюка и эти три направления хочу вам показать и рассказать как это выглядит так прежде всего скажем прямо что крюк это не только один бицепс это прежде всего супинирующее движение вашей кисти прежде всего и тот кто естественно супинирующее движение кисти имеет слабое понятное дело что его рука всегда остается в бицепсе и все слабые звенья связаны с мощным разворотом кисти наружу то есть супинирующий супинатор нарабатывает потом упражнениями на бицепсе но как выглядит правильное выполнение техника крюка и так техника выполнения крюка имеет как сказал три направления опытные спортсмены говорят что это верхний крюк средний крюк или нижний крюк что это такое и так верхний крюк это супинирующее движение и направление самого движения идет вот сюда то есть практически фронтальный крюк для этого действительно нужно иметь очень сильное супинирующее движение а прежде всего очень хороший сильный бицепс но если у вас супинирующее движение достаточно сильнее от вашего соперника от бокового фронтального нажима соперника то ваша рука может оказаться сразу же в положении среднего крюка то есть в несколько ниже и тогда можно это движение заканчивать в любой способ но и диван и в идеальном варианте скажем вариант славы гуриева это нижний крюк то есть мощное скручивающее движение супинатором вниз и рука спортсмена прибивается прямо вниз подушки это направление но прежде всего хочу обратить внимание как можно поработать в среднем крюке и в верхнем крюке потому что нижний крюк это практически движение в одно касание то есть вы имеете мощные супинирующее движение мощные пальцы кисть и вы прибываете руку спортсмена вниз но когда ваша рука получается попадает в положение среднего крюка здесь появляется своего роду трудности и проблемы выполнения до сжатия руки спортсмена до подушки и так в идеальном варианте для спортсменов которые знают что их не скучащее движение против соперника будет очень мало желательно поставить ваш локоть немножко ближе на край подушки к телу и выполнять это движение то есть наработать движение скручивающее движение супинатором не только за счет самого сжатия супинатора но и скоростью приближение вашей руки к руке соперника то есть вот так локоть ваш перемещается вот это положение дальше с этого положения если рука соперника невозможно дожать до валика подушки вам естественно для того чтобы набрать преимущество в этом положении нужно будет разжать угол рабочий угол соперника лучше всего разжимается угол естественно натяжкой на себя то есть за счет широчайших мышц спины грудной клетки если вам мало мышц спины вы можете немножко отвернуться и поработать еще грудной клеткой вы по диагонали в то же самое положение стягиваете руку соперника разгибая ему рабочий угол даже если в этом положении рабочий в этом положении рабочий угол все-таки держит спортсмена а вы не можете добить руку до подушки вам можно применить дополнительные скручивания руки соперника то есть в этом угле соперник держит тут практически плечи лучевой и бицепсом но для того чтобы выключить плечи лучевую листу вам нужно сделать вот такое движение то есть обратить его руку чисто на бицепс как это лучше сделать с этого положения с угла двигать локтем до кране боковой передней части подушки вот таким образом переводя его руку в движение на бицепс вот а ваше пронирующее движение вашим указательным пальцем вы должны максимально стянуть руку соперника тем самым уменьшить рычаг свой на руке а тогда уже дело техники или вы это сделаете таким образом или вы сделаете просто таким образом или вы сделаете таким образом это уже все зависит от того насколько больше развитие у вас мышцы предплечья бицепса естественной груди что же творится когда в положении верхнего крюка ваша рука абсолютно ничего не может сделать в боковом нажиме то есть спортсмен держит сильно боковой нажим а вам естественно абсолютно ничего не остается как работать с ним на растягивание рабочего угла и чем больше этот рабочий угол в среднем положении вы растяните вот так тем естественно вы сразу же можете переводить ваши движения вот таким образом упираясь на локоть локоть перетягивайте сюда а движение кисти обращайте к себе и чем плотнее вот этот загим сделайте тем более неудобное положение попадет рука соперника и дальше та же самая ситуация или многие спортсмены в том числе алексей воевода любил верхний крюк потому что не очень сильный и мощный бицепс это дело просто вот таким образом практически вот этот палец оставлял наверху указательным пальцем нажимал на фалангопястовый ясный сустав и выглядит выглядел это все таким естественно такое выполнение движения можно делать с очень сильным крюком но прежде всего с очень мощным супинатором вашей руки